Они живы, пока жива память о них. Внуки нашли захоронение своего деда, пропавшего без вести, во время Великой Отечественной войны. Дата и место призыва. 17-го, 2-го, 43-го года, Щегровский РВК Курской области, Щегровский район. Воинское звание его, красноармеец. И пишут, что он пропал без вести. Правильно, было извещение, что он пропал без вести. Дата выбития 12-й, 43-й год. С его гибели прошло почти 70 лет, но только сейчас его внуки узнали о судьбе деда, Коньков Афанасий Кузьмич. Когда он оставил шестерых детей и ушел на войну, ему было, ни много ни мало, 54 года. Лариса Мельникова недавно нашла своего деда. До сих пор она переживает, что ее родственники не смогли проститься с героем. Они умерли, не зная где, не смогли съездить, хотя это Курская область. И они не смогли съездить на могилу деда. И мы нашли с моей дочерью могилу деда именно благодаря Подольскому архиву. А сейчас, слава богу, выбросили эти данные на сайт. Лариса решила помочь похожей ситуации своей знакомой Галине Алферовой. Теперь все гораздо проще. Достаточно знать имя и фамилию. Судьба Афанасия Конькова стала известна благодаря поисковой системе официального сайта Подольского архива Министерства обороны. Мой дед погиб под хомутовкой, а ее под суджей. Ну это почти рядом они. Значит, они шли в одном направлении, в одном ополчении. Галина Алферова узнала о том, что ее дед похоронен в деревне Семеновка из районной газеты. Искала, была на мемориале, но вот Семеновка оказалась в области не одна. Такой населенный пункт есть не только в Щегровском районе, но и в Суджанском. С помощью Ларисы Мельниковой все стало на свои места. Когда мне позвонила, она сказала, что нашли имя бабушки моей назвала, что вот это твой дедушка, да, у меня мурашки по телу пошли, и я не могу. У меня такое волнение было, что я не могла даже с собой справиться. Я пришла домой, рассказываю дочери, и дочь говорит, мам, надо обязательно туда поехать. Приехали в Суджанский район, деревня Семеновка, Воробжанский сельсовет. Книги памяти, запись. Проявив геройство и мужество, погиб 24 марта 1943 года. Он не провоевал и месяца. Похоронили в братской могиле на сельском кладбище. В поселке до сих пор остались люди, которые помнят кровопролитные события 1943 года. Тем далеким весенним днем советские войска бросились в атаку. Но сказалась ошибка разведчиков. А тут пулемет. Вот там был, у саду, вот там, три пулемета. И они перекрестному всех положили, доведили. Таких братских могил, как это, в Курской области бесчисленное множество. Таких бесславно, но героически погибших советских воинов, как и Фанасий Коньков, еще больше. Но пока о них помнят следующие поколения, они будут продолжать жить в наших сердцах. Денис Ломакин, Инадий Воробьев, телеканал СЕИМ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...